МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. 17 августа в селе Напольном введен карантин. Из-за выявленного случая заболевания африканской чумой свиней. Сотрудники ветслужбы принимают все меры, чтобы инфекция не распространилась. Наши коллеги с Алатарского телевидения побывали в эпицентре борьбы с заболеванием. У жителей села Напольное, которые входят в первую зону опасности, сегодня забирают весь скот. В поголовье продукции будут уничтожены. До 26 августа все сожгут в специально отведенном для этого месте. На весах все взвесят и тушки заберут на специальный полигон, где вырыт котлован и плодородный слой почвы снят трехметровый котлован. Там все это будет сжигаться. Африканская чума свиней – серьезное заболевание, которое наносит большой экономический ущерб. При заражении хотя бы одного животного необходимо уничтожить все поголовье. Если этого не сделать, могут заразиться все животные республики, а это 173 тысячи голов. В начале августа еще начался падеж свиней. И сначала несколько фактов было скрыто. На сегодняшний день эсгумация тушек, трупов свиней произошла. Также материалы отправлены в лабораторию. На выездах из зараженной территории расставлены посты. Каждая машина проверяется и проходит дезинфекцию. Все это делается, чтобы вирус не вышел за пределы села. Убытки фермерам компенсирует правительство республики. За живой вес, за мясо компенсации будут выплачены. Да, там пройдет некоторое время, около 45 дней, пока люди получат деньги. Вирус африканской чумы свиней для человека не опасен. Но люди могут занести его на подворье, ферму, просто передать при контакте с животным. Чтобы этого избежать, покупать мясо лучше не с рук участников, а на специализированных рынках, где есть ветеринарные службы. Там оно проходит экспертизу и поступает на прилавок с соответствующими документами. Приоритеты расставлены. Сегодня глава Чувашии подвел итоги социально-экономического развития Янтиковского района. В рамках рабочей поездки по муниципалитету Михаил Игнатьев побывал в одном из крестьянско-фермерских хозяйств и проинспектировал дорожные работы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В хозяйстве Валерия Грачева полным ходом возводит новый телятник. За последние годы поголовье крупного рогатого скота здесь увеличилось. Заниматься агробизнесом становится выгодно, отметил глава республики. Неблохие перспективы открываются перед теми, кто уже сейчас делает ставку на модернизацию. Валерию Грачеву в прошлом году оказали государственную поддержку. Из регионального бюджета фермер получил более 8 миллионов рублей. Нам хочется, конечно, быстрее, чтобы новые фермы появлялись, новые технологии и содержания, и кормления животных. Почему? Потому что здесь культура производства совсем другая. Никто в резиновых сапогах не ходит. Мотивации для молодежи очень хорошие. Вот сейчас у крестьянско-фермерского хозяйства Валерия Грачева мы посмотрели строящуюся ферму, посмотрели построенную ферму, пообщались с доярками, другими работниками животного отца. В последний буквально год 4 молодых доера начали работать. Это же здорово. В этом году в Янтиковском районе приступили к ремонту дорог. Новый асфальт уже положили на участке трассы на подъезде к райцентру. Продолжаются работы по реконструкции моста через реку Соломенко. Он был возведен более 50 лет назад. В прошлом году его признали аварийным. Реконструкция этого мосту требуется давно. Трасса стратегическая, она соединяет Канаж и село Янтиково. Сейчас по ней проезжает сутки больше 20 тысяч машин. Таких нагрузок опоры и бетонные плиты не выдерживают. Объем работ большой. Подрядчики уже приступили к установке опор. Возвести новый мост намерены к июлю следующего года, а возможно и раньше намеченного срока. Великой исторической стройке. Щебень уже на подходе. Заказывали щебень. Вообще, конечно, за две недели они достаточно хорошо продвинулись. О дорожном строительстве говорили на расширенном совещании с активом района. До конца года в муниципалитете капитально отремонтируют сразу 9 участков. С учетом содержания текущего ремонта, примерно инвестиции только на дорожное хозяйство вложено не менее 150 миллионов рублей. Что нужно делать? Конечно, дальше тоже будем ремонтировать, потому что к населенным пунктам уже дороги стареют. В 2017-м и в последующие годы средства будут выделяться. Первое полугодие муниципалитет завершает с неплохими показателями. В районе растут объемы введенного жилья, сокращается количество залежных земель, активно развивается малый и средний бизнес. Убъем откруженной продукции и выполненных субъектами малого и среднего предпринимательства составил 512 миллионов рублей, что на 5% выше показателя аналогичной периоды 2015 года. Продолжается реализация шести инвестиционных проектов, общей стоимостью 105 миллионов рублей, с созданием 38 новых рабочих мест. По экономическим показателям, помните, мы по итогам 2011 года в целом по республике заняли третье место. Вот сегодня у района есть потенциал, и мы по итогам должны быть не ниже 4-5 места. Приоритеты перед руководителями района глава Чувашии расставил на рабочей встрече. Первоочередная задача – держать под постоянным контролем эффективное расходование бюджета. Кем ты станешь, когда вырастешь? Этот вопрос хоть раз в жизни задавали каждому человеку. Астрономам, танцорам, физикам – все отвечали по-разному. С возрастом мечты корректируются в соответствии со спросом на рынки труда, модой и наличием бюджетных мест. В столице Чувашии завершилась приемная кампания 2016. 10 тысяч заявлений на более чем 1600 бюджетных мест, а это 8 человек на место. Такой конкурс в этом году был в Чувашском госуниверситете. В целом количество бюджетных мест увеличилось на 130. Наиболее востребованные направления и специальности, конечно, это все медицинские. Лечебные дела, педиатрия, стоматология, устойчивый спрос сохраняется на протяжении последних лет. А заметно вырос интерес к техническим направлениям. Это энергетика, электротехника, информатика, вылечительная техника, строительство. Повышение интереса абитуриентов к этим направлениям объясняется, конечно, в первую очередь, наличием высокооплачиваемых мест на высокотехнологичных предприятиях, в первую очередь, Чувашской республики. Надежда Карпова ни минуты не размышляла над тем, куда пойти учиться. Факультет энергетики и электротехники ЧГУ имени Ульянова давно привлекал девушку. Мне всегда нравилась физика и математика в школе, поэтому я сразу знала, что выберу именно техническую специальность. После окончания лицея я хотела продолжить обучение в родном городе. И так как у нас в Чувашской республике хорошо развита электроэнергетика и много инновационных предприятий электротехнической отрасли, я выбрала факультет энергетики и электротехники. После окончания университета я хочу также остаться в Чебоксарах и работать на предприятиях электротехнической отрасли. Азия, Африка, Латинская Америка, европейские государства и страны бывшего СССР. Абитуриенты из 38 стран мира желают получить высшее образование в нашей республике. Все это говорит о высоком уровне обучения, так что нам есть кем и чем гордиться. Кстати, в этом году абитуриенты в своей ряды принимают 12 вузов Чувашии на почти 3,5 тысячи бюджетных мест. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 270. Вырос и средний проходной балл практически по всем направлениям. 68,5 средний балл ЕГЭ для поступления в ЧГУ имени Ульянова. 69 в ЧГПУ имени Яковлева. 51 в Чувашскую сельхозакадемию. Всего же в этом году в вузы Чувашии было подано более 15 тысяч заявлений на обучение на платной основе. А это более 7 человек на одно место. Сейчас завершаются и вступительные испытания на обучение в магистратуру. На это направление выделено почти 470 бюджетных мест. 316 на очную форму и 155 на заочную форму обучения. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Бездомные кошки и собаки – бич 21 века. Если первые чаще всего не угрожают жизни человека, то вторые могут стать причиной трагедии. Осенью прошлого года стая бродячих собак напала на чебоксарских школьников. А весной этого года одичавший пёс загрыз до полусмерти 10-летнего мальчика. Чебоксарские власти, кажется, нашли решение проблемы. На Марпасарском шоссе полным ходом идёт строительство пункта передержки бездомных животных. 12 трёхсекционных вольеров и 4 передвижных блок-контейнера. Такое обустройство позволяет единовременно содержать 46 безнадзорных животных. Пункт передержки начнёт действовать с сентября этого года. По заявкам граждан будут отлавливаться безнадзорные животные, либо хозяйские животные. В случае, если это хозяйское животное, имеет признаки хозяйности. То есть это ошейник, шлейка, жетон, либо какая-то бирка. То есть будут передерживаться не менее чем 6 месяцев. А в случае, если это безнадзорное животное, животное, проявляющее агрессию, законом разрешается содержать до 5 дней. После 5 дней будет применяться медицинская эфтаназия. Вопросом гуманности уже озадачились правозащитники животных. На самом деле я очень рада, что власти города Чебоксары обратили внимание на очень серьезную проблему безнадзорных животных на улице города. Начало, я думаю, что очень хорошее. Главное, чтобы цель строительства этого пункта передержки, на мой взгляд, была гуманной всё-таки. Цель зоозащитников – увеличить передержку небуйных бездомных животных хотя бы до 10 дней. В это время представители общественных организаций будут стыскать животным дом и хозяев. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. В Чебоксарах завершается подготовка к празднованию Дня города. Огромное количество сюрпризов традиционно ждет жителей и гостей столицы Чувашии. Праздничные гуляния, приуроченные ко дню города, начнутся уже завтра. В сквере Чапаева в 2 часа дня пройдет праздник «Чапай зовет на чай» организованной Тван-радио. На этом месте будет развернут штаб имени героя Первой мировой войны, где горожане и гости столицы смогут принять участие в различных конкурсах. Всех желающих угостят Чувашским медом и чаем и расскажут истории жизни Василия Ивановича. Также здесь уже в 22 часа стартует ночной велопробег. Чебоксарские автомобилисты не пройдут завтра мимо речного порта. Здесь уже в седьмой раз состоится выставка «Автоарена». Посетители выставки смогут ознакомиться с модельным рядом лучших автоцентров России. Кроме того, здесь состоится выставка ретроавтомобилей. В воскресенье в 11 часов дня на территории акватории Чебоксарского залива состоится фестиваль водных видов спорта. Представители гоночных команд продемонстрируют возможности спортивных лодок, развивающих скорость до 220 км в час. В программу фестиваля войдут показательные выступления и гонки на берганботах и заплывы на гоночных болидах. Центром празднования дня города по традиции станет Красная площадь. Праздничная программа откроется субботним концертом с участием танцевальных и песенных коллективов республики. В 10 часов воскресного утра традиционная зарядка со звездой. А в 3 часа дня на главной площади города стартует фестиваль городских предприятий. Вечерняя программа стартует в 8 часов. После презентации муниципальной хоккейной команды города и поздравления официальных лиц состоится выступление народного артиста России Олега Газманова. Торжественный день завершится праздничным салютом. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. Итак, главные события дня города пройдут в субботу и воскресенье. Автомобилистам нужно быть внимательными, выбирая в эти дни маршрут движения по столичным улицам. Завтра во время проведения велопробега с 21 часа 30 минут будет перекрыто движение в центре с улицы Пирогова до Красной площади. Транспортные средства смогут передвигаться в объезд по улицам Энгельса, Ярославская, Президентскому бульвару. В воскресенье 21 августа с 15 до 20 часов будет ограничено движение транспортных средств по центральным улицам столицы. А с половины 10 до половины 11 вечера будут перекрыты проспекты Ленина и Московский до пересечения с улицы Афанасьева, улицы Карла Маркса, Калинина, Константина Иванова, композиторов Воробьевых, Ленинградская, Ярославская, Дамба, Чебоксарского залива, Красная площадь. Автобусы, троллейбусы и маршрутки будут двигаться по своим маршрутам. Коляска превращается, превращается коляска в карету, ракету, самолет или даже печку Емели. Уже по традиции в канун Дня города Чебоксары проходит фестиваль аистенок. За подготовкой и перевплощением коляски семьи Ивановых наблюдала наша съемочная группа. Их коляска будет кораблем, если кораблем, то непременно с алыми парусами, решила семья Ивановых. Наша семья познакомилась с конкурсом «Моистенок» 6 лет назад. Именно тогда нашему старшему сыну Владу был один годик. Мы тогда участвовали в конкурсе и декорировали коляску «Звездолет» у нас был. Нам тогда очень понравилось участвовать в конкурсе, понравилось творить коляску. И мы решили в этом году, когда нашему младшему сыну Ярославу один год, вновь поучаствовать в этом конкурсе. Мы решили декорировать коляску в виде алых парусов. Идея принадлежала мне. Я была идейным вдохновителем, мотиватором. А наш папа с его рациональным подходом уже придумал, как из подручных средств мы можем соорудить такой корабль. Кораблестроением семья занимается, когда главный инженер судна по совместительству отец семейства приходит с работы. Материалы для будущего корабля остались после ремонта в квартире. За штурвалом вместо ГРЭ в этом году будет младший сын Ярослав. Старший – Влад. Уже опытный капитан звездолета и ракеты готов поддержать и поделиться с братом опытом, а с нашей съемочной группой – впечатлениями. Мы сначала захотели сделать звездолет. Я в это время выиграл Мишку и еще собачку. Она была фиолетовая, ее звали Муха. Потом мы захотели сделать ракету. Я лечу такой на ракете, как не знаю, как будто бы. Мне так понравилось быть экипажем этой большой ракеты. Семье Ивановых желаем удачи, а для всех остальных напоминаем фестиваль семейного творчества. А истенок в этом году пройдет в субботу, 20 августа, в Лакрейском лесу. Будет интересно. Золушка со своей каретой из тыквы просто умрет от зависти. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Олег Якимов. Республика. Завтра, 20 августа, по всей стране стартует новая акция «День дворового спорта». Чебоксары намерены принять в ней активное участие. Один из праздников спорта прошел в северо-западном микрорайоне столицы Чувашии. В Чебоксарах, которые по праву считаются спортивной столицей, быть сильным и ловким не проблема. К услугам горожан множество секций в спортивных школах и центрах подготовки, физкультурно-оздоровительных комплексах, стадионах. Сейчас спортом на постоянной основе занимаются около 40% чебоксарцев. Ну, хотелось бы, чтобы их было больше. Как раз такие мероприятия направлены для того, чтобы популяризировать дворовый спорт, для того, чтобы привлечь людей к здоровому образу жизни. Дворовый спортивный праздник собрал немало участников. Причем одинаково многолюдно было и на баскетбольной площадке, и на футбольном поле, и на шашечных турнирах, и на мастер-классах от профессиональных спортсменов. На празднике дворового спорта присутствовал и глава Чебоксар Леонид Черкесов. Он отметил, что у города уже существуют и баскетбольные, и хоккейные команды. А в будущем, возможно, появятся новые муниципальные дружины. В будущем это сдача еще физкультурного комплекса по настольному теннису и стрельбе из лука. Это тоже в перспективе, до конца года мы должны его сдать. А следующее – это вот такой федеральный уровень спортивный комплекс по биатлону. Этот комплекс тоже будет сдаваться по этапу, но первый этап уже в этом году, освещенными трассами, роллерными трассами. Всероссийская двориада пройдет с 20 августа по 12 сентября во многих городах страны, в том числе и в Чебоксарах. Ваш двор тоже может включиться в борьбу за здоровый образ жизни. Удачи! На днях из Рио-де-Жанейро в Чебоксаре вернулся мастер спорта международного класса гимнаст Владислав Полишов. Молодой человек уже приступил к тренировкам. Наша съемочная группа встретилась со спортсменом и узнала его впечатления от Олимпиады. Владислав Полишов в сборной России с 2009 года. В 2012 году на первенстве Европы занял второе место в командном турнире. В 2014 году на первенстве мира его команда заняла пятое место. А в гимнастику Владислава привели в 4 года к мастеру спорта международного класса, директору специализированной спортшколы Олимпийского резерва номер 6 по спортивной гимнастике Анатолию Васильеву. Любимые снаряды – конь и брусья. Выйди в стойку. Вот так. Зашел. Таз. 4 года, когда исполняется.